окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате stars and космический выживастик который сейчас находится в раннем доступе и судя по скриншотам и описанию в нем действительно огромное количество возможностей давайте сегодня это и оценим запасайтесь булками готовьте лимонад друзья давайте создадим персональный сервер так без разницы что здесь вводить нет сервер будет не открытым это все без разницы учитывая что он для меня одного так так фамилию обязательно вводить или не обязательно пол мужской можно либо женский так пускай наверное все будет так как и есть да пускай будет по умолчанию нормально вроде как выглядит добавьте фамилию выбрать путь запустить пролог или запустить выживание так ну пролог это обучение по-любому запускаем пролог они строили дурацкие иллюзии будто бы мы прибыв сюда по их воле будем им добывать драгоценные минералы этого не будет черт побери вместо меня копать будут другие но все мы воображали что будем жить припеваючи сидеть сложа руки и лопать пирожки а денежки на нас сами посыплются а как иначе нас бы уговорили целых 50 лет болтаться в стазисе на одном из кораблей генерации нет уж мы хотели стать большими шишками которые сделают все чтобы в этой слизкой дыре под названием стартс энд нас запомнили навсегда само собой рано или поздно мы бы сцепились друг с другом на какое-то время у нас все устаканилось мы честно вели дела с землей строили корабли и станции и даже несколько городов сварганили но все это мы потеряли абсолютно все теперь наши города вонючие дыры а наши станции захватили жалкие диктаторы а сами мы разделились на два лагеря и направляем корабли друг против друга что ж теперь мы попяли в передрагу клянусь чем угодно все это приведет к войне вот увидишь у нас тут торговые корпорации объединились чтобы принести нам мир и стабильность но они намерены поработить каждую собаку в округе а еще тут есть патриоты стрелки внезакона которые используют разное баракло и украденные технологии чтобы укусить руку которая их кормит а еще есть одиночки мы сами выбираем на чьей стороне сражаться принимаем осторожное и мудрое решение ведь только дураки остаются бедными и только брюзги позволяют себя убить а еще есть такие как я богатеи владеющие всем черт побери я получил то зачем пришел вопрос вот в чем получишь ли ты свое кро д компрессион initial assessing vitals кро subject status is alive warning system malfunction detected кро д компрессион complete please remain calm and officer will be with you momentarily так мы можем выйти лейтенант макдерик ауди привет я офицер по вопросам переселенцев на титане я дам вам советы по выживанию на рубеже но вижу после выхода из тазиса вы еще не понимаете где находитесь ладушки тогда выживание поговорим совсем коротко в месте где кончаются звезды концепция частной собственности не получила должного распространения поэтому чтобы выжить обшаривайте все встреченные сумки ящики и контейнеры это достаточно простое объяснение но лучше держаться подальше от частных домов ну похоже все просто конечно пока мы в цивилизованной зоне лучше всего полагаться на грабеж с моей помощью и ты останешься на плаву мы доставили тебя сюда с самой земли ты хорошее вложение новичок покажи мне что ты понимаешь что делаешь там есть несколько желтых ящиков в них можно найти предметы это мой личный тайник когда ты будешь в нужном месте я крикну ну ладно я посмотрю ага вон там так еще к тебе нужно сходить лейтенант дизель окей можно кстати играть еще вот таким вот образом дальше камеру повернуть не дают чтобы рассмотреть себя спереди но мне как-то приятнее с видом от первого лица более как-то атмосферно что ли что у нас здесь чистая вода обрывки ткани бело-синяя рубашка так давайте посмотрим что у нас имеется отравленная таблетка используйте в безвыходной ситуации после употребления вы мгновенно умрете что позволит вам возродиться из вас выпадут все предметы то есть это самоубийство по сути повязка медицинское средство обрывки ткани компонент изготавливается из клетчатки или путем утилизации таких предметов одежды как рубашка можно использовать для остановки кровотечения чистая вода чтобы попить само собой кредиты это деньги бело-синяя рубашка у нас есть в принципе рубашка рубашка офицера объединенных корпораций нормально а как видите справа внизу у нас есть куча показателей сон еда вода температура и еще какие-то показатели значение которых пока что я не очень понимаю может быть заражение какое-то кислород внизу а сверху заражение может быть какое-то все-таки похоже на то или радиация или заражение надевайте ботинки кадет проведя 25 лет в этой стоистой камере вы наконец оказались в самой отдаленной части галактики там где кончаются звезды ну самое время здесь мальки вроде вас отличная добыча для койотов поэтому мы увидим то что увидим эта компания проселению покажет на что вы годитесь здесь тебя не цивилизация новичок и единственный шанс выжить в этом аду вы получите когда хорошенько это усвоите ну я могу только попытаться попытаться похоже вы не смотрели старый фильм с резиновой куклой которая говорит что надо делать а не пытаться марш офицер джой получите у нее скафандр она с вами разберется ладно спасибо за совет что здесь у нас это обучение касается большей части основы игры и позволит видеть в деле различные виды транспорта используйте кнопки направления чтобы начать исследовать корабль нажимайте app для взаимодействия с пейсажами и предметами окей так а здесь что обшаривайте ящики контейнеры чтобы найти ценное имущество но я не хочу воровать оу я не хочу воровать а вот офицер джой а здесь что так включаться вид от первого и третьего лица поворот камеры но это я уже знаю я эти кнопки в меню уже перенастроил все как мне удобно черт побери дитя ты что болтаешься в космосе в этой одежде ты же себе все отморозишь малыш мы твое тело не для того 25 лет таскали чтобы напитки охлаждать возьми это снаряжение надо тебе одеться как следует прежде чем показываться на глаза капитану спасибо 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 костюм космонавта для обучения а вот такой вот скафандр ладно идем исследовать корабль куча шкафчиков не буду я их трогать так нажмите левый шифт для ускорения во время движения также можно нажать z чтобы бежать еще быстрее так вот мы просто бежим желтая полоска внизу это видимо наша стамина она еле еле тратится если z нажать вроде бы побыстрее бежим ну и стамина тратится быстрее так задача отправиться на мостик а где этот мостик я хочу полетать вот что я хочу так это полетать я знаю что здесь можно летать летать на корабле вот это я хочу обшаривайте ящики и контейнеры чтобы найти ценное имущество я не хочу воровать чьё-то имущество не важно насколько оно ценное так у нас есть карта так карта у нас есть на карте показывается именно солнечная система вот мы где-то там а карту корабля посмотреть видимо нельзя никак да ладно лифт ну поехали на лифте а все правильно мостик титана титан называется данный корабль капитан Реджинальд Денверс что ж пилигрим думаю вы явились сюда за шансом на новую жизнь верно? да, скачки здесь новые, но люди такие же как и везде однако вы будете темной лошадкой никто вас любить не будет, ведь вы с земли ребятам вы не понравитесь некоторые могут желать вам смерти а что колонистам здесь не рады? вы даже не представляете насколько новичок черт, не представляете наш корабль генерация один из немногих кораблей в последнее время попавших на Старс Энд из-за кризиса на земле и они были в бешенстве это я вам точно говорю, когда мы сюда попали конкуренты им здесь не нужны Старс Энд не тот, каким когда-то был теперь здесь сплошная пустыня но мы продолжим компанию расселения во что бы то ни стало компанию расселения? то, за чем вы сюда приехали, пилигрим за будущим для себя построить себе дом на дикой границе, верно? разве не такую рекламу вам внушали перед этой дурацкой командировкой? что ж, у меня для вас новость вас сюда отправили для того, чтобы вы процветали нет вас отправили сюда, чтобы вы выживали среди бандитов и прочей дряни, что пытается вас убить это плохо, да? да вы достаточно напуганы? погодите, мочи штанишки сначала отведем вас на мой корабль вам стоит добраться до космической станции Калус она на расстоянии плевка от нашего правого борта так что марш в ангар если паромщик трезв, он вас отвезет в один момент все будет сделано уже иду погодите, когда попадете на Калус отыщите старую торговку оружием по имени Мириан местные не такие уж и злые, может быть она вам что-то подскажет, если вы ей понравитесь она любит свежачок, который только сошел с корабля валите на бета Прейри или хотя бы на Тигон Мириан наверняка поможет ну спасибо за все так, купить билет на паром к Калусу и нам нужно найти Мириан эй! ой-ой-ой! это было глупо конечно, да но я нетерпеливый не хотел ждать пока лифт обратно вернется так, синяя полоска внизу это наше здоровье ага, понял? понял? очередного новичка в оборот взяли, да? я отправлюсь на станцию Калус, как только ты обустроишься, сынок и для друзей твоих место найдется, если они тоже хотят попасть на борт отправляемся через 30 секунд ну, поехали так использовать билет на паром ага, нам нужно самому сесть запросить место запросить место в 10 секунд но это не я управляю это меня везут я просто пассажир сейчас ага что-то что-то мы скоро приехали встать Ну, в принципе, вот и прилетели. Продолжение следует... Так, как звали торговку, которую нам нужно найти сейчас? Мириан, вроде бы. А вот сразу маркер видно. Мириан. 158 метров до нее. Так, все. Все, мы прилетели. Так, идем к ней. Здесь есть еще кто-то. Винтер. А, наверное, все торговцы в округе будут нам подсвечены. Но нам нужен именно Мириан. Нужна торговка по имени Мириан. Так, стоп. А здесь мы не пройдем. Так, а куда? Карта бы не помешала. Очень бы не помешала. Что, опять? Да ладно, хватит уже меня чем-то обрабатывать. Я лучше отойду, а то еще задавит. А вот где-то в этом здании, на втором этаже, я так понимаю. Ну, опять. О, здесь розовый цвет. Уже какое-то разнообразие. А вот и ты. Ну, привет. Ух ты, кто-то тут у нас. Кто-то новенький. Будет очень жаль, если такая милая мордашка пропадет зря. Знаешь, я тебе помогу выбраться со станции, если окажешь мне услугу. Вопрос в том, на что ты пойдешь, чтобы выбраться на Бета Прэйри. Вопрос в том, на что угодно я пойду. Ну, видишь ли, паромы шаттли на Бета Прэйри стоят очень дорого. Новичок вроде тебя их не потянет. Но есть другой способ. Я с местным ополчением участвую в операции по сбору мусора. А если поможешь, достану тебе билет на паром, который отвезет тебя с этой станции на Тигон. Да, ту милую зеленую планету, которую тебе наверняка довелось увидеть. Когда будешь на месте, мои товарищи покажут тебе заброшенный ангар. В нем будет старый космический фрегат, который тебе надо починить и отогнать на Бета Прэйри. Еще интересно? Ну, конечно, могу с этим помочь. Не сомневаюсь, милашка. Вот билет на паром, который отвезет тебя на Тигон. За счет заведения. Прибудешь на Тигон, поговори с Аудерманом. Найдешь его в баре. Где же еще ему быть? Там он тебя проинструктирует. А если выгорит душка, пригоди сюда в любое время. Пупишь девушке выпить. И посмотрим, чем еще она сможет тебе помочь. А что, меня устраивает? Купить билет на орбитальный паром. Так, здесь продают выпивку. Это просто бар, по сути. Так, куда пойти, чтобы купить билет на паром? Вот туда, наверное. Да хватит уже! О, автоматы работают. У нас денег вообще, в принципе, нету практически. Да хватит уже! Я вот хочу полетать. Вот что я очень хочу, это полетать. Посмотреть, как здесь реализованы полеты. Это меня больше всего интересует. Здрасте. Чего решаем? Отваливай кредит или билет, и мы погрузим твою тушку на местный паром отсюда до станции Шоден. Как насчет испытать себя гравитацией и пуститься на поверхности гон? На аванпост Нью Рейли отправляется паром. Дай-ка я разужнаю маршруты. Так, на чек-гон мне нужно. Использовать билет. Ну хорошо, паром на аванпост Нью Рейли отчалит, как только ты будешь готов. Поехали, я готов. Ну опять-таки это паром, то есть меня просто привезут туда. Ну а там уже я должен буду найти где-то корабль, отремонтировать его, и тогда уже смогу полетать. Сказали, что мне покажут, где находится ангар с этим кораблем. Нажимайте Н для переключения навигационных точек на экране. Так, все показывают точки... Спрятать все показывают только важные точки. Ага. Понял. Пока что нам это не нужно. Пока мы не получим корабль, не сможем сами вот так вот летать. Но корабли выглядят, конечно, не особо так привлекательно. Как-то так, как будто из пластилина слеплены. Вот как-то не могу я этот корабль назвать красивым. Поехали. Девушки отдыхают. При входе в атмосферу игрушка, конечно, пролагалась неслабо так. Вообще, похвастаться оптимизацией игра, конечно, не может. Обнаружена рейли-шир. Так, все, мы прибыли поговорить с Алдерманом Рэком, который должен быть где-то в баре. Так, мы метку нигде не увидим. А, вон там он. А, ну там, видимо, бар как раз. Неинтересно, а что это за штуковина такая? Зачем она открутится вот так вот? Такое кольцо прямо. Что, и здесь тоже? И на планете тоже вот эта вот штуковина. А зачем она? Так, продавец. У нас денег нет. Покупать вообще безмысленно что-то. А вот и Алдерман. Черт, еще один фрегат с Дженсен. И опять паршивый пилот. Да, давненько не доводилось иметь дело с таким количеством новичков с корабля генерации. А ты до сих пор как заноза в седалище. Ну, дай-ка угадаю. Как и остальные молокососы, ты пытаешься попасть на Бета Прейри. Ну да. Поможешь мне? Сам разберешься, и точка. Я так понимаю, ты слышал в заброшенном ангаре истребителей торгового флота. Тебе не в очередь в джунгли рукой подать. Там есть несколько потрепанных пташек. А может быть на такой и доберешься до Бета Прейри. Если очень повезет, найдешь чуток топлива и припасов. Если повезет, найдем припасы и топливо. Окей, это далеко. Да не в очередь в джунгли не близкий путь. Пожалуй, тебе стоит зайти на конюшню и взять себе скакуна, чтобы туда добраться. Конюшня рядом с платформой. Поговори там с миссис Каннингом. Она даст тебе быстрого скакуна. Ладно, думаю, это будет несложно. Ну да, все просто. Тут все кишит местными поганцами, и они молокосос злобные как черт. Ну-ка, возьми этот лук и стрелы. Постарайся себя не пострелить. Мотай через джунгли полным ходом. Когда доберешься до ангара, поищи автоматического двоида. Он тебе поможет. Если еще работает. Ну, спасибо. Так. 50 стрел. То есть стрелы будут тратиться, и лук у нас есть. Окей. Ай, опять. Я уже забыл. Нужно найти миссис Каннингом. Ого, пол километра почти. Куда-то туда топать. Вначале он вроде сказал, что через джунгли рукой подать до ангара, а потом говорить, путь не близкий. Он сам не запутался? В том, что он нам говорит. Так, как лук использовать? Так, ну стрелять, само собой, не будем сейчас. Давайте его уберем, чтобы не мешал. Лошадь. То есть мы будем на обычной лошади сейчас скакать? Не на каком-то инопланетном существе, а именно на обычной лошади? Так, там есть где-то тропинка какая-то, или дорожка туда? Чтобы я не скакал прям. Прям как не знаю что. Интересно, можно такую штуковину поуправлять? Я ведь думаю, там человек внутри сидит. Это не просто робот? Или это именно робот, которым никто не управляет? Так, стоп, нет, дорога ведет туда, нам нужно... Ладно, пробежим вот так просто. Так, ну а здесь, я думаю, в принципе, можно уже и полутаться. Это уже ничейное. Просто какие-то развалины, шкура. Берем, почему бы и нет. Что это такое? А, это цветы какие-то. Фу ты, сквозь текстуру пролезли. У игры определенно есть проблемы с оптимизацией. Определенно. О, повязочка. Пригодится. Но игра пока что в раннем доступе, поэтому... Само собой, что проблемы еще есть. Так что жаловаться сейчас бессмысленно. Так, я здесь смогу спуститься так, чтобы как-то не убиться. Да. Да. Какие-то растения такие странные, которые, по сути, являются как бы фонарями уличными, что ли. Они светятся вот так вот. Под шляпой. Ладно, давайте пробежимся. Это конюшня? А где же кони? Здорово, ковбой. Ты от Alderman Rack? Я велся попытать счастье в заброшенном ангаре? Вижу, у тебя неплохая пушка. Молодца. Надеюсь, эта пушка немало местных поганцев напосит. Эти скоты сожрали старину Джимми живьем. Ага. В прошлом месяце. Я их стервятником скормлю. Адбой. Вот так. Могу тебе отложить скакуна. Поможешь она добраться и порешить тех жуков. Вот. Твой скакун во дворе. Я саму ее Эмили. Она милая, энергичная создания. Оставишь ее у входа в ангар. Она сама найдет дорогу назад. Удачи, новичок. Спасибо, мэм. Нажмите F, чтобы сесть в седло или спешиться. А вот и появилась Эмили. Что здесь написано? Подойте к лошади, нажмите F, чтобы ее оседлать. Чтобы пустить лошадь рысью или голопом, нажмите левый shift или Z соответственно. Но помните, лошади живые и тоже устают. Хорошо. Давайте покатаемся. Немножко кривовато было анимировано. Так, стоп. Куда нам нужно? Вон тот ангар. 2,3 километра. Ага, справа видите, выносливость. 94%, 93%. Это имеется в виду выносливость лошади. Вот сейчас я рысью еду. А если, допустим, голопом? Быстрее раза в два тратится выносливость. Ну и скачем мы тоже быстрее. Так, я хочу противника найти и попробовать застрелить его. Я вообще обожаю в играх лук. Лук и арбалет. Обожаю. Я хочу посмотреть, как здесь реализована стрельба из лука. Ну что, неужели мы никого не встретим? Все такое зеленое, прям небо зеленое. Опа, 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 опа. Так, здесь, наверное, нужно вот таким вот образом. Вау! Как он отскочил, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я, пожалуй, отбегу немного. Так, я несколько раз промахнулся, и толком я даже не посчитал, сколько раз в него попасть нужно, чтобы его убить. Сырое яйцо жука. Фу, зачем я подобрал сырое яйцо жука? Так, ладно, не будем тратить стрелы. Ну, как-то не то, чтобы прямо плохо реализована стрельба из лука. В принципе, довольно-таки неплохо, но как-то и особо, особо прям приятно ее тоже не назовешь. Ну, как-то, как-то деревянненько, что ли, вот. То есть, не почувствовал я при стрельбе из лука того удовольствия, которое я обычно испытываю в других играх, где можно пострелять с такого оружия. Хотя тоже тетива натягивается. В принципе, я даже не знаю, вот что-то вот... Немножко бы как-то подправить, может быть, и было бы отлично. Или это я, может быть, слишком придираюсь. Но опять-таки, ранний доступ. Пока что это ранний доступ. Так что, то, что я сейчас говорю, это даже не придирки, это, может быть, просто мои мысли по поводу того, что необходимо в игре еще подправить, подшлифовать, может быть, изменить и так далее. Вот если бы это была уже релизная версия, тогда это были бы уже жалобы и полноценные придирки к тому, как реализовано. Ой, там один на другом стоит, смотрите. Забрались два паука. Ой-ой-ой-ой, слева слышу. Интересно, они могут нанести урон нашей лошади? Ну, то есть, убить, по сути, лошадь? Или они просто не будут ее так атаковать вообще? Ну, то есть, к чему я это говорю? Насколько безопасно, допустим, оставить вот здесь вот лошадь и пойти, допустим, вон туда что-то исследовать? Не придут ли они, пока нас нету, и не убьют ли они нашу лошадь? И можно ли как-то вообще ее к себе подозвать, если что, посвистеть там и так далее? Так, давайте восстановим выносливость. Осталось чуть более чем полкилометра. Ну, и погнали галопом. Дроид. Обнаружено заброшенный ангар. Критическая системная ошибка. Пилот найден. Требуется помощь со взлетом. Сканирование транспортов. Сканирование транспортов. Обнаруженная критическая ошибка транспорта. Ремонт возможен. Подготовка ремкомплекта, материалов, двигателей, реактора. Приступайте к ремонту. Ремонту, ремонту транспорта. Отключение. Можешь мне помочь? Вы только что обнаружили временное транспортное средство для выполнения задачи. Подойдите к транспорту, расположенному в нижней части ангара. Но будьте осторожны, возможно, вам придется сразиться с враждебно настроенными... Не успела дочитать, но, видимо, имеется в виду противники. А ты мне теперь как-то поможешь, да? Вот туда нам нужная. Ты пойдешь со мной? Для чего ты мне нужен? Либо сражаться с кем-то, либо ремонтировать корабль? Так, я еще раз нажимаю F, чтобы с ним поговорить, но что-то ничего не происходит. Что-то дроид мне как-то совсем не хочет помогать. Стоп, а может быть в ящиках здесь есть оружие другое? А, это вообще не ящики. Ну или ящики, но только они не открываются. Итак, починить космический корабль, включить зажигание. Надеюсь, мне не придется вырезать ту музыку, которая в данный момент играет. Очень надеюсь. Так, как бы мне так безопасно туда спуститься. Играет музыка Ага, понял, там противник И тут Ой, нет, не надо двое ко мне Тот меня уже заметил, ладно, придется убивать Черт По-моему, он опять дернулся в сторону А я не вижу, я в кустах, надо отойти А то так кино не будет, я не понимаю, где он Ой, 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 ой Второй пришел Двух не хватает Три Три стрелы Так, издалека нужно его Лутать, когда подхожу поближе Пропадает эта возможность Так, где ты? А, нет, это все-таки левый Первый Просто обошел как-то по кругу туда Ладно Слушайте, может быть, можно как-то обойти А зачем мне сражаться с ним? Три стрелы Три стрелы Три стрелы Ну, ать, могу здесь залезть высоко Ой, 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 ой Там еще один Так А я тихонько, тихонько Аккуратненько отхожу И тут еще один Ой А это костер горит По звуку прям очень похоже на этих насекомоядных Когда они прям рядом со мной Это просто костер Здесь нельзя ничего полутать Мешок для мусора Ничего в нем полезного Так, все, меня не заметили Отлично О, мое транспортное средство Даже подписанное Так, нажмите H, чтобы сесть в кресло Задача починить выполнена Полететь на Бета Прерия Здесь вы можете арендовать Временное транспортное средство Для выполнения задачи Вы лишитесь этого транспортного средства В конце пролога Нажмите клавишу TAB Чтобы изучить компоненты корабля Нажмите клавишу H Чтобы занять и освободить кресло пилота И продолжить Оказавшись в кресле пилота А что? Не прокручивается Что там дальше написано? Не поместилось Ладно Открыть Закрыть Можно заблокировать Это, видимо, если играем с другими игроками Чтобы их не пускать Так, спальное место Это что у нас такое? Ага, что на корабле есть? Кресерский двигатель Стартовый двигатель Радио Нажмите G для осмотра и работы с кнопками управления На консоли Включение подачи энергии Включение зажигания А, ну это когда Когда я сяду, видимо Ладно Садимся Так G просто Дает нам возможность курсор Использовать Так, значит Топливо Топливо Урон Скорость Земля Первая Это у нас передача, по сути, автомобильная Да? То есть первая передача сейчас Земля Как бы мы стоим Передача первая 0 км в час Включение Зажигание Фары Давайте Включение Фары Зажигание Так, управление транспортом Пробел Так, посмотрим Пробел Взлет, значит Первая скорость Посадка Взлетаем Взлетаем Оп-оп Вторая скорость Земля Так Набираем скорость Летим Вперед Посмотрим Вот так Как мы Выглядим Опять-таки Не особо Симпатичный Кораблик Не знаю Мне какого-то Жука Напоминает Что ли Эй Эй Почему Отключилось Зажигание Слушайте Так А куда нам Вот сюда Нужно лететь Да Восемь с половиной Километров Покиньте атмосферу Чтобы активировать Крейсерскую скорость Хорошо Давайте тогда Вот так вот Вначале Чтобы побыстрее Покинуть атмосферу А потом уже Будем разгоняться Лететь куда нужно Вот Третья скорость Скорости Переключаются Автоматически Нажмите Чтобы Мне не хватает Какого-то Радара Мини-карты Какой-то Потому что Когда К примеру Вот так Вот Я толком Даже Не понял С какой Стороны Находится Нужная Мне метка И так Далее Так Левый Шифт Чтобы Актирует Стартовый Двигатель Облетите Планету Чтобы В вашем поле Видимости Появилась Бретта Праери А затем Включите Стартовый Двигатель Шестая Скорость Варп А я Не могу Кстати Сейчас Поворачивать Вообще Не могу Вертеть Камерой Чуть Чуть Буквально Только Совсем Совсем Чуть Чуть Получается Посмотрите Нашу Скорость 719 999 Км В час Так Скорость 4 Космическая А если Что там Было написано С Нажмите Крейсерский Режим Пятая Скорость Крейсерская Нет Ну так Мы будем Лететь Целую Вечность Пятая Добавил субтитры DimaTorzok 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 В принципе уже почти и подлетели. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Так, немножко забросим скорость И просто полетаем чуть-чуть Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну, как-то... как-то по аркадному, что ли? Так, автоматически отключается ВАРП, оповещение о приближении, стартовый двигатель отключен, нажмите С, чтобы активировать крейсерский режим. Так, выровняемся только. Сейчас попробуем зайти на посадку, и при этом не уничтожить все вокруг. Попробуем аккуратненько сесть. Уй-ой-ой, игра прям пролагалась знатно. Так, я уже вижу нужную нам базу. Сейчас главное, чтобы у меня получилось как-то нормально сесть, чтобы я эту базу не взорвал. Так, давайте замедляться будем по чуть-чуть. Ой, игра еще продолжает пролагиваться, прогружаться. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вторая скорость, земля. Первая скорость, посадка. Передачи я не переключаю, они переключаются автоматически. Возможно, это сделано специально, чтобы никто не мог вот так вот влететь на полном ходу. О, там какой-то корабль. Так. Стоп-стоп-стоп-стоп. Ай-яй-яй-яй, стоп-стоп-стоп-стоп. Помедленнее, помедленнее. Помедленнее. Стоп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты чего, ты чего это? Ты че, че, че с тобой делается? Че с тобой делается? Он сам как-то садится. Ай. Так, я, если честно, совсем не понял, как здесь происходит посадка. Он садится как-то сам. Протокол посадки выполнен. Сжигание выключено. Так, ну это было, конечно, не очень понятно. Дело в том, что, смотрите. Я могу ускориться, могу замедлиться. И я могу использовать пробел для того, чтобы взлетать вверх. А каким образом мне, наоборот, снизить высоту? То есть я, допустим, замедлил скорость, медленно ходил подлететь. Потом я понял, что не знаю, как именно мне спуститься вниз-то. Ведь пробел, наоборот, вверх поднимает. Но корабль за счет замедления скорости сам начал спускаться вниз. То есть нельзя было подлететь прямо вот четко, стать над этим местом и опуститься вниз. Потому что было как-то вот вискосок вот так влететь сюда прямо. А здесь, как здесь затормозить, раз и что носом вот туда. И я так и не понял, как. Это как-то непонятно. Что ж, ребята, ну давайте мы, наверное, здесь уже прервемся и подведем итоги по поводу этой игры. Мы уже попытались сражаться, мы попытались летать. Так что, в принципе, уже можем это сделать. В целом, у этой игры есть потенциал. Причем даже большой потенциал, потому что возможностей действительно много. Сражения, кони, вот можно еще летать в космосе, квесты выполнять и так далее. Выживание, сон, еда, вода, разные другие параметры. Все это тоже есть. Можно играть в одиночку, можно играть с друзьями, можно играть в мультиплеере, как угодно. Это тоже все уже даже реализовано. Но пока что все еще реализовано слишком сыро, слишком коряво, слишком деревянно. Как-то вот именно деревянно. Такое ощущение, что пока что это еще просто базовая версия, чтобы показать, что работа движется в нужном направлении. Но над игрой еще нужно работать и работать. Но в принципе это и есть ранний доступ. Это еще не релизная версия, поэтому жаловаться нечего. Разработчики пока что допиливают эту игру и продолжают над ней работать. И это отлично. Возможно в будущем нас ждет отличный космический симулятор выживастик. Посмотрим, кто знает. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok